Итак, я постепенно перехожу к теме нашей встречи. Управление качеством. Уважаемые коллеги, может быть кто-то из вас знает, а может быть еще нет. 13-14 числа на прошлой неделе состоялось при правительстве, аналитическое агентство при правительстве Российской Федерации проводило мероприятие, посвященное разработке исходных положений. Пока только еще постановление правительства Российской Федерации готовится. Татьяна Викторовна, если что там плохо слышно, помогайте. И вот на этой встрече рассматривались вопросы, посвященные приоритетному проекту, который это президент Российской Федерации подписал, который называется «Современная цифровая информационно-образовательная среда», где речь идет именно об онлайн-курсах, о технологиях онлайн-обучения. И там, кстати, я вижу тут присутствуют знакомые коллеги, Сергей Эдгарович Гурнов из УРФУ. И там Василий Сергеевич Третьяков, он является один из таких признанных, уважаемых, несмотря на свой молодой возраст, организаторов вот этих проектов на национальной платформе открытого образования. Если кто в курсе, он является руководителем тоже вот этого сводного проекта, да. И вот он проводил тоже это мероприятие. Я туда тоже был приглашен в качестве эксперта от Института развития интернета, причем не выезжая вот откуда я сейчас сижу в Сочи. И я выбрал для себя направление именно управления качеством, именно управление качеством онлайн-курсов. Я сейчас не буду подробно рассказывать, что я писал и что я предлагал. Я только лишь краем так вот коснусь, что я там сделал. Я предложил определение, что такое онлайн-курс, много споров, что это такое, мы пока не будем его рассматривать. Я предложил принципы оценки, где главный принцип, который пока еще нигде четко не звучит, это распределение полномочий по оценке, по управлению. Я считаю, и многие с этим соглашаются, коллеги, что за качество контента, содержание и за результат отвечает кафедра. Это первое. К нам хочет подключиться Вячеслав Александрович, я так правильно понял. Могу подключить, если звук нужен. Вячеслав Александрович, я вас подключаю в нашу встречу. Ну, вот сейчас мы подключим еще одного легендарного, я считаю, эксперта. Ну-ка, получите с ним связь. Отлично слышно, Вячеслав Александрович. А нас? А вы отключите, а, в Мирополисе тогда, спасибо, что подключились, я выключил звук в Мирополисе. Те, кто участвует в Скайпе, пожалуйста, отключите звук в Фейсбуке, чтобы не было эхо. Если вы в Скайпе вошли, то остальные. Так вот, принципы я там предложил, пока никто не против. Но и там лайков нет, это просто документы для правительства. Предложил, да, вот распределение за содержание подготовки, за результат отвечает кафедра. Или еще иногда рецензент отвечает за то, что там написано, насколько оно современно и актуально. А оценку, насколько применяются эффективно и современно и качественно дистанционные образовательные технологии, я выделил в отдельную экспертизу. То есть, я предложил их разделить. И вот вчера мы общались в прямом эфире с экспертом Натальей Николичевой. У нее четыре разделения, четыре эксперта. Один знает методику ДО, другой технологию дистанционную и так далее. Ну, это можно обсуждать. Но вот принцип разделения, экспертизы и управления, мне кажется, будет правильным. Нельзя все в мире знать. И нельзя пытаться оценивать все на свете. А разделить можно по каким-то критериям. Это первое. Что еще? Я предложил рассмотреть, провести некую деловую игру, имитацию процесса. Посчитать трудоемкость, насколько это дорого и так далее. И вот сегодня, уважаемые коллеги, мы попробуем в эту игру вместе... Я выключил его. Коллеги, я выключил звук в Мирополисе, чтобы не было накладки. Переходим туда, в Фейсбук, давайте. Экран. Наталья Викторовна, низкое качество. Наталья Викторовна, низкое качество. Она отключилась. Вячеслав Александрович, я хочу вас спросить. Нормально видно экран сейчас в Фейсбуке? Качество? Отлично. И вот я сейчас хочу вместе с вами поиграть, провести деловую игру, может быть даже экспертизу совместную онлайн с вами, которая покажет нам, что уже сделано. Оказывается, в России до сих пор по оценке качества онлайн курсов ничего нет. За исключением вот то, что вы сейчас видите на экране. Это общественная организация, называется профессионалы дистанционного обучения. Вот у них есть логотип, сайт. Они изучили опыт чужой, свой, обобщили и разработали собственные критерии. И эти критерии можно применять, то есть управлять качеством, оценивать. А вот каковы эти критерии, мы сейчас вместе с вами посмотрим синхронно. Если у вас будут какие-то вопросы, я буду отвечать. Задавайте их. Задавайте их вот здесь. Вот здесь их задавайте. В Фейсбуке. Да, отключите лишнее. Вот уже коллеги тут говорят, что можно сделать. Запись будет. И теперь мы переходим непосредственно к этой идеологии вместе вот с присутствующим здесь Вячеславом Александровичем. Я хочу обратить ваше внимание на следующее. Да, запись будет. Запись будет. Мы еще пробуем. Извините, что не сразу получается. Самоэкспертиза. Вот еще одно понятие, которое я хочу вам предложить для обсуждения. Для многих, кто связан с управлением кафедры, это понятие знакомо. То есть, когда идет аккредитация, мы подаем отчеты по самообследованию. Это знакомо, по каким-то определенным требованиям заполняем. То же самое и здесь. Если какой-то разработчик, я называю это поставщик курса, который поставляет его для эксплуатации. Тоже объясню, почему поставщик, термин, а не разработчик. Если он хочет, чтобы его оценили, чтобы его курс признали, чтобы все видели, что курс качественный. Допустим, это программа ДПО. Чтобы к этому курсу было доверие и желание им пользоваться, он должен сначала попробовать без никого посмотреть собственную самооценку. С помощью вот этого инструмента. Он пробует, видит, у меня вот этот пункт пропущен. Он никому не говорит, он просто делает вывод, что этот критерий у него не выполнен. Вот этот, а это хорошо. Он самообследование проходит и после этого принимает решение. О, я вижу, что у меня курс неплохо сделан. И мне нужно продвижение моей программы, допустим, программа ДПО того же, да, или какой-то платный курс по каким-то компетенциям. Это тоже вполне нормально. И он принимает решение опубликовать заявку, уже то, что он заполнил в режиме самообследования, сам указал, все ответил на все вопросы. Он должен дать ответы в эту систему автоматизированную. Он должен оплатить работу экспертов. Почему оплатить? Потому что эксперт это тоже работа. Насколько она трудоемкая, насколько она дорога, сколько часов, сколько денег надо платить, никто пока не знает. Хотя в мировой практике эти цифры известны. Вот я здесь привожу документ, руководство по качеству онлайн обучения, на него ссылаюсь. Это опыт не только США, но и других некоторых стран. Они тоже не государственная организация. Они массово вот свои стандарты и качества применяют, но они оплачивают работу экспертов, членов комитетов. Это работа. И они получают за эту работу для себя пользу. У них единый стандарт. Студент приходит и видит, что он в итоге может приобрести. Вот так вот работает там рынок. И вот таковы идеи. Некоторые говорят, коллеги, что финансировать работу должно государство. Я не возражаю, чтобы государство помогало. Но я не уверен, что чиновники смогут так же профессионально и так же качественно провести всю эту работу. Достаточно сложную, достаточно специфическую. Ее не все понимают. Вот за рубежом проводят это независимая организация. Вот давайте открою этот источник у вас на глазах. Вот это руководство по качеству. Вот оно, это руководство. Его можно посмотреть. Так, вот Вячеслав Александрович, что-то мне хочется очистить. Сейчас я погляну. А смотрит через Берополис. А что там смотреть-то? Я показываю все. На Фейсбуке-то видно все? Я показываю все в Фейсбуке, мой рабочий стол. Хорошо. Идем дальше. Вот так получается. Мы изучили иностранный опыт, зарубежный. Это не только этот документ. Мы не просто взяли и что-то готовое. Мы это несколько лет у себя в группе профессионалов дистанционного обучения в этом же Фейсбуке, на этом же сайте обсуждали, что подходит к нам. И давайте теперь посмотрим, как это работает технологически. Если у вас есть вопросы по информации, а вот уже вопросы есть. Русифицированной версии этого руководства я не видел. Попытки перевода с нашей стороны были, я сейчас не помню где они. Давайте посмотрим, чем закончилось. Итак, посмотрим, как это все работает. Вячеслав Александрович знает, он это все видел. Здесь мы применили метод состязательности. Кто проверит эту технологию, получит такой знак испытатель качества. Мы его вручали. А по сути, по технологии, это тест, уважаемые коллеги. Тест на примере вот этой системы Moodle. Все знают, что можно проводить тесты по-разному. Вот я сейчас авторизуюсь. Введу логин и пароль, видите. А как же? Даже для самообследования нужно авторизоваться, чтобы... Иначе Moodle не покажет результат. Да и любая платформа не покажет результат, потому что у каждого он свой. Можно, конечно, кстати, сделать и без авторизации. Но зачем делать двойную работу? Человек пройдет самообследование, заполнит все данные, а потом будет повторять заново. Сразу, бесплатно. Вот я сейчас, как разработчик курсов, начинаю отвечать на вопросы. По сути, это не тест, это некая анкета. Хотя используется элемент под названием тест. Первый критерий. Вот о чем мы говорили. Вы, кстати, можете поспорить. И вот этого пункта нигде в таком виде нет. Это переработанный вариант с учетом нашей специфики. Чтобы выходить на любую оценку какому-либо автору, необходимо заключение кафедры о содержании курсов учебного плана. Или заключение независимого рецензента. Например, это курс вообще не от кафедры. И нет никакой кафедры. Это может быть частная организация или компания, может быть государство. Не важно. Они тоже разрабатывают онлайн курсы. И вот тут нужен независимый рецензент. Ну и чем он надежнее, тем интереснее. Вот для ДПО или корпоративного курса. То есть мы сразу охватываем все. И вузовские онлайн курсы. И вне вузовские. Формальное образование, неформальное. И здесь мы пишем комментарий. Предполагается, что при проведении экспертизы будет достаточно указания даты и номера протокола заседания кафедры. То есть эксперт, который потом будет это смотреть, не должен уходить в бюрократические какие-то сложности. Есть протокол, есть кафедра. Вот этот вуз. Его все знают. Он существует реально. Есть заведующие кафедры. Но если он захочет сымитировать, создать фиктивный протокол, это потом все равно постепенно выплывет. Я не думаю, что надо уж так вот пытать, доказывать, заверять копии и так далее. Достаточно, что такой протокол есть. Он задекларирован, заявлен. Указывается, кто заведующий, кто рецензент. А протоколы, рецензии в текстовом виде, это будет, на наш взгляд, избыточной бюрократии. И если лицо, которое представляет свой курс на экспертизу, на внешнюю, согласен, он говорит, да, согласен. Сейчас, пока номер не пишет, он просто отвечает на вопросы самообследования. Вот этот момент как раз и реализует принцип разделения ответственности при экспертизе. Внешний эксперт по онлайн технологиям не обязан вникать в то, что там записано. Есть вот этот пункт, есть. Это делается, ну, элементарно, быстро. Второй критерий качества. По первой группе, там всего пять групп. Смотрим второй. Потом обсудим, насколько это ценно. Полные и непротиворечивые сведения для пользователей о количестве различных видов учебной активности и контента в онлайн курсе. Должны быть указаны, я просто читаю, сколько роликов, какова их продолжительность, сколько файлов, какого размера, может быть, и не надо. Сколько тестов, точнее даже, ну да, не просто сколько тестов, а и тестовых заданий. Ну, например, тест состоит из десяти заданий. Вот сколько тестовых заданий. Сколько ссылок, сколько форумов, других видов активности. Есть и другие виды активности, например, семинар или проектные работы и так далее. Лабораторные работы могут быть. То есть, любой потом студент или родитель или работодатель глянул, ага, там у них хороший объем видео. Там приличный объем тестовых заданий. Насколько он приличный, это уже потом, потом пусть самооценивает. Но сейчас эксперт проверяет, есть эта информация или нет. Она просто должна быть. Если поставщик не указал ни продолжительность видео, ни сколько тестовых заданий, ничего, эксперт ставит галочку, нету этого пункта. И варианты ответа. Выполнен полностью. Вот тут еще можно дискутировать. Не полностью, то есть на две трети. Что-то забыли, пропустили. На одну треть. Или вообще нет сведений. То есть, очень простые критерии оценки. Пока не связанные с предметом никак. Чисто вот такие вот онлайн технологии. Посмотрю, какие есть вопросы здесь. Вот Антон Тюмков. Вы потом посмотрите, если хотите. Я вам дам ссылочку. Задает вопрос по обмену опытом. Преподаватель на машине или автобусе преодолевает дистанцию, чтобы доехать до студентов в районных центрах. К такой форме ДО ваша программа применима. Действительно, уважаемый Антон и уважаемые коллеги, дистанционное обучение не всегда предполагает онлайн технологии. Например, если вы пересылаете задание голубиной почтой, это тоже считается элемент дистанционной технологии. Нет, Антон, мы вот такие вот экзотические технологии сейчас не рассматриваем. Мы говорим только про дистанционное обучение с применением онлайн технологий. А вот эти вот комбинации мы не критикуем и не оцениваем, не обсуждаем. Это не наш предмет. Это другое. Это не онлайн обучение. Хотя оно тоже теоретически относится к дистанционным. Но можно обсудить эту версию, насколько она оценивана отдельно. Продолжаем. Найдите хотя бы одно противоречие из того, что я сейчас говорю. Кстати, можно это сделать и устно. Вот следующий, третий критерий. Обратите внимание на простоту и лаконичность для работы экспертов. Вот мне говорят, что это долго, это сложно. Я говорю, посмотрите критерии. Если мы говорим, что это все платно, надо оценить трудоемкость, а потом оценить и стоимость. Вот сколько, на ваш взгляд, может стоить, точнее, сколько времени может потребовать от эксперта проверка вот такого критерия. Краткая, открытая для пользователей информация о курсе на его главной странице, где есть, как минимум, сведения об организации, краткое описание курса, текст. Сведения о преподавателях, текст, информация о целевой аудитории, предварительные знания, навыки, необходимые для обучения, тоже текст. Ну и так далее. Эксперт даже не вчитывается в название организации, он проверяет, есть сведения или нет, есть описание или нет. Кто там преподаватели, не важно. Важно, что они перечислены. А вот почему я так на этом делаю этот акцент, на этих примитивных действиях. Дело в том, что это все выливается в деньги. Трудоемкость должна быть скомпенсирована деньгами. Но если она невысокая, надо и говорить, невысокая. При самообследовании поставщик курса это все заполнил, дал ссылочку. Эксперт потом пришел и глянул, а есть. И поставил точно такую же галочку. Верно или неверно. Или частично верно. То есть вот такой вот примитивный, но абсолютно логичный момент мы представляем здесь для управления. И даже те, которые никогда в жизни не делали курсы. Но думают, а зачем мне это надо? А как это все будет работать? Даже им это полезно. Они посмотрят, о, это у нас есть. У нас есть преподаватели, у нас есть материальная база. У нас школа научная своя есть. А вот это все мы, что, возьмем и создадим, научимся, напишем. И будет у нас тоже онлайн курс. Сейчас же не просто эти онлайн курсы, на самом деле, коллеги. Это же не просто продвижение. Сейчас речь идет о том, что вы должны спросить, а при чем тут президент Российской Федерации, правительство? Сейчас же идет дело к тому, что наши студенты, наши абитуриенты уходят в зарубежные курсы, в зарубежные вузы в массовом объеме. Трансляция зависла, да? Но ничего, она отвиснет. Она отвиснет, Владимир, спасибо. Какое-то время она может там застрять, но потом продолжится. И чтобы вот эту угрозу утечки мозгов приостановить или вообще убрать, начинается ставить вопрос. Давайте думать о том, как вот эти онлайн технологии плюс нашу науку, нашу педагогику объединить и предоставить для всех желающих так, чтобы они у нас учились. И не просто учились, но и воспитание, чтобы шло у нас по нашим традициям, по нашему опыту, понимаете, вот о чем речь. И вот для того, чтобы подойти к оценке качества всего этого, и нужны вот эти критерии, и нужна вот эта технология, и нужны вот эти принципы, иначе ничего не будет работать. Вот о чем речь. Уважаемые коллеги, если кто из вас думает, что это какие-то мелочи, какие-то абстракции. Нет, это реальная работа, это реальное управление. Теперь давайте продолжим. Пункт 1.4. Для многих, кто работает с онлайн-курсами, в том числе и я, вот этот кодекс не вызывает вообще никаких вопросов. Любой поступающий перед зачислением на онлайн-курс нажимает на галочку, что он согласен с кодексом, где ему предлагается не выдавать себя за другого, не брать логин, пароль других студентов, за них что-то выполнять, ни у кого там не было желания кого-то чрезмерно восхвалять, или чрезмерно критиковать. Вот этот нормальный такой текст хороший, да, он давно уже применяется, он имеет определенные, он не гарантирует, что все будут такие вот честные и точные. Не гарантирует, но он сильно мотивирует быть в онлайн-обучении, в обучении порядочном, этичном. И здесь речь о том, что такой кодекс должен быть. Эксперт может даже и не вчитываться в него. Ну, если, конечно, он увидит, что там полная какая-то ересь, он откроет этот кодекс, он коротенький, там несколько фраз обычно. 5-6 фраз и весь кодекс. Ну, если там, конечно, он увидит, то он может написать замечание. Но его задача проверить, чтобы кодекс был. И все, есть или нет, верно или неверно. Если есть, есть. И все. Причем не обязательно каждому доценту, учителю, в школе это тоже касается. Те же самые критерии. Выдумать эти кодексы самостоятельно. Он может быть, этот кодекс единый для всех. Он просто размещается. И вот тут мы будем такие примеры давать. Ну-ка, я увижу этот пример. Да, вот пример этического кодекса обучаемого. Тут несколько пунктов. Вот в нашем случае 6 пунктов. Не буду прибегать к каким-либо уловкам, к какие-то обманным пути. И у каждого автора курса, у каждого учителя, кто применяет, должна быть где-то в уголочке, где-то внизу или в начале ссылочка на этот этический кодекс. Пока не нажмешь галочку согласен, обучение не начинается. Эксперт садится, смотрит то, что ему представлено самообследование и проверяет. И ставит свою галочку. То, что там в самообследовании они написали свои отметки, свои данные, эксперт их подтверждает или не подтверждает. Все очень просто. Идем дальше. Аналогично критерий пятый. Наличие пользовательского соглашения. Вот Вячеслав Александрович нас слушает. Он очень давно, вообще, кто не знает, он самый первый в России, а может быть и в мире. Не может быть, а пока никто не доказал. Все факты говорят, что он еще 20 лет назад начал применять массовые, не просто онлайн курсы, а массовые онлайн курсы. Открытые онлайн курсы. И у него там этот стандарт всегда был. Но не все организаторы это делают, поэтому оно нужно. Может быть, вы как учитель, это не ваша компетенция. Вы просто можете обратиться к руководству, что вот так и так мы все сделали, не хватает вот этого пунктика. Эти соглашения, образцы их очень много можно найти в интернете. Примеры посмотреть, выбрать и разместить такой сайт. Кто работает в Moodle, там это делается элементарно в настройках. Администратор выставляет ссылку на это соглашение. И пока один раз его не нажмешь, не каждый раз, а один раз не нажмешь, никакого входа не будет. Вот такое соглашение. Это кроме этического кодекса. Кодекс это само собой, это при входе в курс. А соглашение это при регистрации на сайте. И оно тоже всегда где-то видно. Так, мы хорошо работаем. Идет наша трансляция. У Владимира зависло, потому что может быть интернет медленный. Но оно потом подгружается в Фейсбуке. Да, я вижу, подтормаживает. Но постепенно возвращается. Идем дальше. Сведения об учебном плане, направлении подготовки, даже уже можно и не комментировать. Тут все, это несложно, пропускается. Но оно должно быть. Описание необходимых технических навыков. Вот эту мелочь, коллеги, ну, наверное, многие забывают. А за рубежом этот стандарт не забывают. Потому что они раньше начали работать. Любой курс, какие технические навыки требуются. Вот мы часто про них забываем. Но если такой стандарт утвердит сообщество, коллеги, он будет обязательным. Вы должны сейчас спросить, а если какой-то пункт не выполнен будет? Ну, пропустили. Я отвечаю, ничего страшного. Какая-то часть может быть и не выполнена сразу. Но это не значит, что курс плохой. И что его нельзя применять. Но лучше, чтобы это... Поэтому еще по каждому, по каждому, вот тут вот видно максимальный балл. По каждому критерию выставляется весовая функция. Какие-то критерии дороже, какие-то нет. Сведения о преподавателях. У нас была дискуссия о тьютерах. Поэтому у нас без дискуссии. Хотите тьютеры? Пожалуйста, тьютеры. У кого-то это преподаватели в онлайн-курсе. Они должны не просто, как мы выше видели, указаны. Надо еще указать, как стандарт, способ проведения и расписания их онлайн-занятий. Или консультации. Наверное, кто занимается учебным процессом, помнит, что каждый преподаватель, кроме лекционных, практических занятий, имеет нагрузки. Еще и консультации. Он обязан их проводить. А вот когда он их проводит, как он их проводит? По скайпу или где-то сидит в каком-то кабинете. Надо указать. Например, по скайпу тоже можно проводить очень хорошие консультации. Или вот как мы сегодня проводим тоже технология. Контактная информация. Ну, например, хочет письмо направить какое-то. Еще что-то. Критерий выполнен? Выполнен или не выполнен? Замечательно. Еще один пункт, который должен нас немножечко привести в мировое глобальное качество в соответствии. Мы начинаем чувствовать, что это действительно продуманные критерии. Умные критерии. Которые помогают нам. Они загоняют нас в какой-то тупик бюрократический. Возможность представления студентов друг к другу в потоке и учебной группе. Вот это уже относится чисто к педагогике и психологии обучения. Вот это вот обучение на расстоянии, где каждый сам по себе имеет минус отсутствие живого контакта. Мы все биосоциальные субъекты, продукты. Нам без социального взаимодействия никак нельзя вести обучение. Да, правила дорожного движения можно вызубрить и самому, и с книжкой посидеть и так далее. Но более сложные какие-то моменты мы всегда взаимодействуем. Педагогика социального конструкционизма. Это, например, мой конек. Я сторонник этой теории, этой педагогики. Не буду сейчас раскрывать ее, но очень многие авторы в начале обучения, в онлайн-курсах предлагают познакомиться, рассказать о себе. Иногда это не нужно, они и так уже знакомы. Или их там тысячи. Есть курсы где-то десятки тысяч студентов. И, наверное, это не надо. Но возможность такая, вот, например, если говорить про вузовское обучение, должна быть. Вот они заочники, учатся, у меня тоже такая ситуация. Кто в Израиле сидит, кто в Германии, кто в Японии сидит. Они все формально в одной группе, но друг друга никогда не видели. И учатся по одним и тем же предметам. Возможность представиться должна быть. Они же там пишут какие-то задания в форумах, там, взаимооценка. А хоть немножко рассказать о себе будет полезно. По крайней мере, такой критерий за рубежом есть. Он не обязательный и, может быть, не самый главный, но он полезный. И вот мы говорим, что первую группу критериев, вот, красным цветом, мы полностью рассмотрели. Это называется, мы оценили качество общей информации. И вот теперь я хочу спросить у вас, уважаемые коллеги. И, Вячеслав Александрович, вот как вы считаете, первый вопрос, логично, вот столько критериев, вот мы их насчитали в общей информации, сколько, 9 критериев. Вот, вы чувствуете, что логика присутствует и что это несложно для эксперта, для того, кто подает это. Вот ваше мнение, можете прокомментировать первую группу критерий, сходя из вашего опыта? Вячеслав Александрович, так, сейчас я позвоню, перезвоню. Филин Николаевич. Да. Я тут пробовал, как бы, работать сразу в трех и из контекста выпал. А, понял. Я не готов по трем критериям говорить. Я сейчас вот пробую, как работать правильно. Вот сразу же идет трансляция в трех. Поэтому я вот сейчас не готов. Я теперь включился и слушаю. Дальше я приму участие. Понял. Татьяна Викторовна, вы здесь? Да. Татьяна Викторовна, вы слышите, да? То, что тут происходит. Да, да, да. Хорошо. Ну, я могу сказать, вот, уважаемые коллеги, что Татьяна Викторовна, вот вы видите фотографию по скайпу, она этот путь прошла. Она помощник руководителя образовательного портала. Она этот путь прошла полностью. Она полностью заполнила вот эти все критерии, когда я ее попросил. Вот посмотрите. Она добросовестно выполнила. Причем по своему реальному курсу. У нее свои реальные курсы для своих реальных студентов. В итоге она получила знак качества. Коллеги, знак качества выдается этой системой за то, что все ее критерии после проверки мной, вот она была, имитировала и реально выполняла роль поставщика, а я роль эксперта и экспертного сообщества. Она получила вот этот знак качества. Это была такая вот пробная эксплуатация. Татьяна Викторовна, что вам не понравилось в этой технологии? Вопрос на засыпку. В технологии, в идеологии, в методике, в критериях. Что вам можете вспомнить? Вопрос, конечно, для вас внезапный и может быть неудобный. Но всегда какая-то должна быть критика. Вот что вам не понравилось? Можете назвать? Ох, над некоторыми формулировками и критериев приходилось долго думать, что от меня хотят. Вот, вот. Поэтому иногда отвечать приходилось исходя из своего осмысления. Вот, видите, коллеги, то есть сама идея как бы уже не вызывает вопросов, а уже пошли формулировки, текстовки. Вот здесь везде... Это идея правильная. Спасибо. Вот здесь везде, дорогие коллеги, вот спасибо Татьяне Викторовне. Нужны пояснения методические, какие-то примеры. Вот дальше пошла группа со страшным словом описания компетенции. Я знаю, я знаю, что в России эта модель не работает. Мы все пишем эти компетенции в РПД, но она не работает. Она присутствует только формально. А когда начинаем смотреть вот эти критерии, нужны везде пояснения. Вот сейчас, Татьяна Викторовна, Вы будете выступать в роли эксперта. Я у Вас буду спрашивать. Вот Вы компетенции во всех Ваших РПД заполняете, да? Таблички, описания, правильно? Так, заполняем. А вот скажите, пожалуйста, Вы заполняете, а Вы оговариваете в онлайн курсе или не в онлайн, оговариваете ли Вы, какими видами учебной активности мобилизуется, например, первая Ваша компетенция, Ваши РПД? А как же? Ха, интересно. А как же? Кстати, я ожидал ответ отрицательный, а теперь, не удивляюсь, я вспомнил. Я видел РПД Татьяны Викторовны когда-то. Вот у нее в курсе, и она, наверное, это у меня увидела. Если я прописываю какую-то компетенцию, я пишу, чем она мобилизуется. Слово такое военное, но оно применяется в зарубежном образовании. Мобилизуется, собирается. Из разных видов учебной активности. Хорошо, Татьяна Викторовна. Вот тут пошли варианты. Давайте посмотрим следующий, более сложный критерий качества. Система показателей. Вспоминаю, что показатель это всегда число. Оно показывает оценку в виде числа. Система показателей для всех компетенций отражена по каждой теме освоения. Для каждого модуля раздела или нет? Вот тут вопрос многоярусный. Если кто видел мой онлайн, идеальный онлайн курс, там у меня, если помните, каждая тема имеет четкий диапазон баллов. По первой теме вот столько-то. По второй столько-то. По всему разделу столько-то. У вас тоже так, Татьяна Викторовна? Разболовка. Разболовка идет по видам активности. Они привязаны к компетенциям. К компетенциям. А это уже по каждому модулю. Вот смотрите, коллеги. Кто видел мой идеальный курс, там действительно все идеально. Там не просто компетенции расписаны. Там еще и каждый модуль имеет свою значимость в баллах. И студент смотрит и видит. Так, мне, чтобы сдать зачет или сдать экзамен, нужно по первой теме из 100 баллов набрать 8. И так далее, и так далее. Внутри каждой темы своя разболовка. Вот это вот такая. Вот это вот уже более сложный момент. Но это... Да, и Людмила Васильевна написала в комментариях, что у нас сейчас требуется, кроме того, чтобы каждая компетенция расписывалась на знание и умение владения. И еще каждый из них по трем уровням. Вот, вот. Кстати, по-другому быть не может. Вот мне нравится Елена Попова. Еленочка, давайте заходите к нам в скайп. Я с вами общался буквально несколько дней, 4-5 дней назад. Меня она поразила. Она не просто создала курс, она его применяет и придумала название про уголовное право. Не скучное уголовное право. Само название ее онлайн-курса меня поразило. Она считает, по-другому быть не может. К сожалению, многие до сих пор, и в том числе и заведующие кафедры, этот критерий представляют смутно. Смутно. Но, с другой стороны, в онлайн-курсе это хорошо все видно. Это все можно четко представить, расписать, и студент видит, проверяющий видит. Давайте посмотрим следующий момент. Он, пожалуй, полегче. Методические пояснения. Вот у Татьяны Викторовны, я видел эти пояснения. Это адский труд, с одной стороны. Он поедает массу времени. Продумать по каждой компетенции. Везде должен быть глагол. Изучить, сформировать классификацию и так далее. Это и есть методические пояснения. Не просто отдал ролик или какую-то главу. Изучить главу, ответить на вопросы, написать эссе, подготовить какие-то медиазаписи, подготовить устные выступления. Но на этом и все. Вот и все, уважаемые коллеги. Качество модели компетенции всего лишь из трех пунктов. Да, пункты сложные, но они имеют границу. Переходим к качеству организации учебной деятельности. Третья группа показателей. Вот мне нравится учебная деятельность. И вот моя ученица, а теперь моя помощница Татьяна Викторовна сама уже активно применяет, отлично применяет понимание смысла учебной деятельности. Но посмотрим. Это форумы, тесты, семинары. То есть все виды активности, которые есть в том же Moodle, это еще по-русски учебная деятельность. Или activities. Что мировая практика и что мы как профессионалы здесь выделяем? Вот все эти шкалы, диапазоны, это разные вещи. Например, диапазон, он включает минимальный пороговый критерий. Меньше 6 ты вообще не имеешь права, если заполучил меньше 6 баллов, затем тебе даже и к сессии нечего допускать. Это уже диапазон. Хотя шкала может быть от нуля до, не то что может быть, а так оно и есть, от нуля до 16 баллов и 100. Шкалы имеются, распределение баллов соответствует заявленным целям. Вот тут не должно быть путаница. Когда мы говорили про модель компетенции, это что изучить, что освоить, какие готовности, какие компетенции нужно принять, то вот эта группа, это уже чистое управление, организация. Благодаря вот этим шкалам мы можем управлять и видеть группа, студент, направление подготовки, насколько качественно оно движется, насколько качественно осваивается программа. Должны быть шкалы, и студент должен их тоже видеть. Наличие политики оценивания. По всем заданиям студент должен понимать, за что ему ставят эту оценку. Политика. Это вот как раз опять же сводная таблица распределения баллов. Вот она здесь уже звучит в явном виде. Мы вульгарно называем ее разбаловка. Вот так вот я пишу. И тут уже разработчик курса в той же платформе Moodle должен хорошо знать технологию. Специальную технологию. Вот эта политика должна быть. Если ее нет, ничего страшного, ее можно доработать. На самом деле даже и подготовка курса, наверное, лучше начинается с разбаловки. Татьяна Витальевна, а Вы когда делаете разбаловку? В начале, в середине, в конце? В начале чего? Вот Вы разрабатываете онлайн курс, новый, из опыта. Вы когда думаете про эту разбаловку, распределение баллов по темам, модулям, разделам? Ближе к началу. Ближе к началу. А в ходе реализации, точнее в ходе разработки Вы корректируете ее? Иногда меняется. Иногда меняется, но уже незначительно. То есть в конце тоже можно чуть-чуть подкорректировать. Но обычно в начале человек, который, преподаватель, учитель, который знает предмет, он садится и на листочке бумаги себе пишет. Так вот, первая тема из 100 у меня будет, столько-то и так далее, он расписывает. Потом в первой теме у меня будет вот такой тест, столько-то баллов, СЛ, столько-то. Он это расписывает. Не хочет листочек, пусть делает это в Верде. Но если он сразу это сделает, у него появляется вот эта политика, которую он потом студентам доведет в самом начале. Они тоже будут знать, по этой политике будут учиться. Может быть кто-то даже с большей скоростью, с опережением. Это уже мы сейчас не будем обсуждать, индивидуальный подход. Третий уже пункт очень легко идет. Система подсчета. Хотя, некоторые коллеги применяют разные системы. Кто-то применяет среднее, арифметическое среднее, кто-то арифметическое среднее взвешенное. Кто-то определяет не среднее, а суммарное, тоже со взвешенными функциями. Разные системы. Их надо заранее продумывать. Вот, например, многие... Я, Татьяна Викторовна... Многие ВУЗы применяют только накопительную систему. То есть накапливаешь, вот начал с нуля и вышел на какую-то оценку. Максимум 100 баллов. От нуля до 100 накопительная. Может быть, там максимально не 100, а другая цифра. Но, мне кажется, это неправильно. Лучше студентов не мудрить. Там максимально 385 баллов. А привести к 100 баллов можно. Но эксперт не должен заставлять, когда он будет проверять. Он должен сказать, мне понятно и студенту понятно, как считается текущий итоговый результат. Так, что у нас там по времени? По времени уже пора, наверное, переходить к обсуждению и к ответам на вопросы. Вопросов... Как мы видим, коллеги вот здесь говорят свои мнения. Причем я вижу подтверждение, уточнение того, что мы видим. Это пишут уже профессионалы, можно сказать. Это настоящие профессионалы в сфере образования и уже профессионалы, эксперты потенциально в сфере онлайн-технологий. Елена Попова. Содержание, компетенции, требования знать, уметь. Конечно. На дисциплину. Требуют фонды. Ирина Бухарина здесь очень уместно напоминает, что да, они раньше требовались, вот эти оценочные фонды. Но идет сходимость. Многое из того, что мы и так делали и в оффлайн, и в онлайн, оно вот в эти требования качества хорошо сходится по смыслу. Мы это видим. Причем уже сходится не только наш российский опыт, но и зарубежный опыт. Выстраивается картинка управления качеством. Что там еще коллеги пишут? Компетенции сформулированы в обобщенном виде, но каждая... Ну да. То есть, подводя некий итог восприятия того, что мы видим, оно нам очень знакомо. Я сейчас уже по времени вынужден заканчивать рассмотрение. Только лишь один пример вот еще рассмотрю. Он любимый для меня. А там их... Они все классные критерии. Вот мне кажется классные, продуманные. Их, может быть, там как-то еще дополнить, раскрыть примерами. Вот один критерий. Наличие у студентов различных способов анализа и прогнозирования личного прогресса. Есть разные системы анализа своих промежуточных и итоговых оценок. И вот здесь четко на Moodle выстрел идет. Применяется блок мой прогресс. Для различных видов учебной активности. Студент в блоке видит. А, у меня вот это есть, это есть, это есть. А вот это нет. Или не зачетка, а дневник. Он видит. Ага, у меня вот здесь есть, вот здесь есть. Еще и Moodle показывает, на каком он месте. По каждому виду. Например, по эссе он на первом месте. Не просто итоговая оценка за эссе. А в скобочках на каком месте в группе. А в группе, допустим, там 25 человек. И он пятый. Представляете, как его технология мотивирует. А почему я пятый? А может быть, наоборот. А, пятый тоже хорошо. Вот я везде был троечником, там. В других предметах. Меня ругали. А вот здесь я уже в пятерке лучших. Ага. А вот здесь я в десятке. А почему я в десятке? Может быть, мы уже пора и выше. То есть, вот этот блок мой прогресс, зарубежные коллеги прописали, да, способ анализа, прогнозирования, он колоссально мотивирует студента с первого дня работать. Вот как только он увидел вот это, понял, что все понятно и все логично. И что за чем следует. И что он получит, если это он сделает или не сделает. Вот это критерий качества, управление качеством, работающий критерий. Я думаю, что вы уловили смысл. Мы подводим вывод, что управление качеством, с применением онлайн технологий, онлайн курсов, с применением таких критериев качества, может сильно помочь как учителям, преподавателям, как методистам, как руководителям подразделений, как чиновникам, так и всему обществу, студентам, родителям, работодателям, которые видят критерии эти качества и понимают, что должно быть на выходе. Мы не будем остальные сейчас рассматривать критерии. Они все обсуждались в группе профи до. Я их обязательно буду с учетом ваших пожеланий. Есть какие-то пожелания? Посмотрим. Обратить-то и сложно. Я не понял комментарий Людмилы Васильевны. Обратить-то и сложно мутные компетенции. Людмила Васильевна, уточните ваш вопрос. Возможно, что-то и мутное есть. Вы можете это просмотреть сами. Эти критерии описаны, находятся в свободном доступе. Я вот сейчас даю эту ссылочку в Фейсбуке. Вот это. Где эти критерии? Они находятся в свободном доступе. Можете посмотреть их. Вот эти критерии. Вот они на экранчике видны. Я рад, что кому-то показал. А, диалог с Поповой. Понятно. Видите, у нас еще и диалоги. Давайте-ка напоследок письменное сообщение от Елены Поповой попробуем усилить с помощью живого общения. Елена, я вот Вас разыскиваю. Хочу услышать живой голос живого автора с живым курсом. Не скучное уголовное право. Я запомнил название Вашего предмета. Елена Эдуардовна Попова. Я попробую Вас пригласить. А мы попробуем Вас услышать Ваше мнение голосом. Елена Эдуардовна... Юрий Николаевич, здравствуйте. Я слышу Вас. Меня слышно? Вас идеально слышно. Да, Татьяна Викторовна? Да, отлично. Елена Эдуардовна, Вас слышит вся Вселенная. Вы сейчас в открытом эфире. Наша запись будет видна и эфир неограниченному количеству участников. Вот Вы для нас являетесь уже экспертом. Что Вы думаете по этим критериям, которые Вы никогда в жизни, скорее всего, не видели? В чем их полезность или вред? Можете сказать Ваше впечатление? Вы знаете, я человек такого прагматичного характера и понимаю, что если сейчас выдвигаются требования по поводу реализации компетентностного подхода, то ему нужно просто учиться, к нему нужно привыкать и уметь применять. На практике применения, конечно, мы имеем большие сложности. Я тоже согласна с моими оппонентами, которые говорят, что иногда компетенция сложно выразить в фонде оценочных средств. Действительно, это иногда бывает сложно, потому что мы привыкли к одному как бы стандарту фонда оценочных средств, с которым мы всегда работали. И перестройка к другому стандарту всегда это сложный такой процесс. И привыкать к тем инструментам, которые дают нам, в том числе, интерактивным инструментам, которые используются в дистанционном обучении, тоже мы не всегда быстро к нему переходим. Я думаю, что просто этот процесс, который затрагивает временной промежуток времени, но постепенно мы к нему перестроимся и к нему просто привыкнем. Я не вижу здесь ничего сложного, ну, вернее, страшного, а сложное, может быть, на первом этапе, конечно, возникают сложности, но они потом просто устранятся за счет того, что мы к этому процессу научимся. Спасибо. Я вашу мысль понял, Елена Эдуардовна. Вы оцениваете, ну, вы рассуждаете и нас успокаиваете, что все будет хорошо. На самом деле там все непросто, там нужна технология. Непросто, непросто. Я сейчас не буду, извините, может быть, по измерению компетенции я проведу отдельный вебинар. У нас этот инструмент есть, у нас опыт есть. Когда на выходе в онлайн-курсе обучаемый получает сертификат компетенции, где написано, вот эту ПК он осваивал, ведь ПК, они же могут мобилизоваться у разных преподавателей. Одна и та же компетенция. Вот эту компетенцию этот преподаватель ему подтвердил, а этот не подтвердил. Такое тоже бывает. Вот, допустим, логическое мышление, да. Вот математик считает, что он не обладает. Хотя зачет поставил. Он решает задачи, там что-то умеет. А вот этого пункта у него нет. И вот сертификат собирает эти компетенции в одну ведомость и показывает не просто, что она есть или нет, показывает, из чего она сложилась. Что он там тест сдал, там на уроке, на практике руку поднимал больше всех. Может быть, ерунду говорил, но проявлял активность. И на троечку все равно подтвердил ее, да. Вот у него все это расписывается. Такой модуль есть. Но в России пока его мало кто знает. Вы скажите лучше другое. Вы скажите лучше другое. Чисто про критерии, а не про компетенции. Вот сам подход к декларации критериев, где каждый желающий может посмотреть, самообследоваться, ответить на вопросы, устранить какие-то нерешенные моменты. Вот на данном этапе вы видите его полезность? Конечно, Юрий Николаевич. Знаете, я как практика не вижу здесь никакого противоречия. Абсолютно. И считаю, что это должно быть. Ну, я тогда могу пожелать всем, и Елене Эдуардовне, и Татьяне Викторовне, и Вячеславу Александровичу, и всем, кто нас сейчас смотрит, чтобы у всех из нас в итоге появились самые высокие рейтинги, причем федерального или национального масштаба. Вот тут примерно об этом речь идет. Единая база онлайн-курсов с оценкой качества. Какие там будут критерии, мы пока не знаем. Но, возможно, вот эти критерии пройдут в итоге, будут признаны, будут понятными. Я хочу всем пожелать нам, чтобы у нас в стране появилась серьезная конкуренция в формате онлайн-обучения. Конкуренция хорошая для зарубежных вузов, чтобы наши студенты не только на Курсеру обращали внимание, но и на отечественные разработки. Может быть, не скучное уголовное право Елены Эдуардовны окажется самым рейтинговым курсом в России. По вот таким вот критериям. Она уже видит, уже, может быть, стала думать, а ну-ка я подготовлю по этим критериям. Да, я в нем критерий еще не заявляла, так как только его еще наполняю. Да, спасибо. Ну вот, мне нравится охолаживающая или отрезвляющая реплика Ирины Бухариной в дипломах это не прописано. Поэтому наши старания действительно бесполезны. А я, кстати, и не призываю особо тратить наше время на измерение компетенции. Почему? Потому что в дипломах это не требуется. Во Франции вы можете получить диплом педагога, учителя в любом вузе, но вас на работу не возьмут с этим дипломом, пока вы к этому диплому не представите сертификат. Доказательство. Вы, например, можете диплом вообще в Милане получить, там Болонская система, в Лондоне. Приехали в свой Париж, а вот вам нужно пройти, принести сертификат компетенции. Но некоторые скажут, ну и что? А в чем разница с российским? Там тоже прилагается приложение к диплому, где все оценки перечислены. Елена Эдуардовна, вы как юрист знаете, что у них там происходит с этими сертификатами? Вот получил студент, пришел на работу, стал работать преподавателем информатики, а работодатель видит, а у него компетенции липовые по каким-то пунктам. Он поверил, взял на работу и увидел проблему, он создает этому колледжу проблему имиджевую, он наносит ущерб. Вот вы как юрист, как вы думаете, что может учинить такой работодатель во Франции, если такую проблему выявит? Ульют Николаевич, я про Францию не могу рассказать, я не смотрю в речи, что ваше интуиция подсказывает и ваш юридический опыт. Кому нужно предъявлять претензию? К этому выпускнику или к этим преподавателям, которые не дали ему эту компетенцию? Вы знаете, я считаю так, что иногда преподаватель может и песни спеть, и стихи рассказать о своем предмете, но есть еще обратная сторона, если обучающийся не хочет принимать эту информацию, то вот здесь вот сложности тоже возникают, и мы можем знать, быть высшими профессионалами, но здесь нет того, что это зависит. Я понял, это вы по-философски, я говорю конкретно, а я говорю конкретно, выяснилось, что выпускница получила отметки о наличии компетенции у преподавателя не за работу, а за красивые глазки. Понимаете? Она не знает, допустим, она не знает, что такое операционная система, преподают информатику, а у нее по заданию операционной системы стоит положительная оценка. Ну, в этом подозрение ставится о легитимности выданного документа. Я вам отвечу, претензий не к ней уже будет у этого работодателя, который потерпел убытки, он должен ее выгнать за профнепригодность, но выгнать с ущербом для своего колледжа. Он выгоняет ее или увольняет по статье в середине учебного года. Где найти другого человека? И как объяснить детям почему? У него колоссальная проблема, у него убытки. Он в этом случае предъявляет иск не этой студентки, а тем, кто вот эту компетенцию оценил необъективно. Вот о чем речь. И преподаватель во Франции, выставляющий вот эти оценки в сертификате компетенции, он знает, что я красивым глазком не поверю, иначе я больше потеряю. Я буду ставить то, что она объективно заслуживает. Как бы она глазками не крутила. Вот это ответ, почему наши дипломы ценятся хуже, чем те же дипломы Франции. Система компетенции неформальная, она реально управляет рынком. так, очень полезны. Спасибо за отклики. Пошла уже дискуссия. Марина Голубчикова, эксперты требуют оценить процента. Да, вот тут уже мы знаем, что иногда, и даже был такой приказ, что надо вот эти результаты по компетенциям прилагать где-то, потом забыли или перестали требовать. К этому все придет. Уже назад дороги нет, и наши критерии качества, с чего мы и начали управление качественным волнением, они как раз и нацелены на будущее, и на настоящее, и они готовы к будущему, чтобы нам это учитывать. Спасибо, уважаемые коллеги, за ваше мнение, за то, что вы к нам пришли, спасибо, что вы пришли на новый формат вебинара, ну, и, пожалуй, в конце ваше мнение по вот этому формату в Фейсбуке, насколько он вам был интересен и удобен, я бы хотел услышать. А, вот, Вячеслав Александрович хочет сказать пару слов, давайте, говорите, Вячеслав Александрович. Спасибо, я хотел сказать следующее, что я специально тут пробовал, вот сейчас шла информация по трём технологиям, и вот получалось таким образом, что она другую забивает, поэтому я отключал трафик, чтобы другим быть. я хочу сказать, что вот это начальный такой мобинар, и нам нужно это продолжить, потому что вопросы качества очень хорошо разработаны в ответ которые мы у них переняли. 100-больная система поработана очень подробно, поработаны математическими методами анализа методами и так и так и так и так и так вот в этом я хотел бы поговорить. Ну и кроме того, я хочу сказать, что большую информацию относительно тоже качества даём. Вот этот сайт бизнес-левинг.ру, который сейчас находится в некоторых практиках, потому что полностью нефигурируется. Там очень много есть информации например этого сайта тоже можно будет показать разные методы повышения качества. Потому что очень важно качество зависит от правильного анализа групп и людей которые обучаются. Поэтому когда 100-больная система переводится традиционной 3-5-4 то это зависит как раз от отходящей группы. То есть для крепкой группы одни требования для группы слабо подготовлены другими требованиями. И еще мне хотелось бы сказать о поздничестве. То качество обучения двух обыкновений. еще как бы поговорить о качестве. Что мы понимаем под качеством. Вот тут побольше на эту тему поговорить, чтобы говорить обыкновений. Все. Спасибо. У меня определение качества готово. Сейчас не буду уже его озвучивать. Это сравнение того, что прописано, грубо говоря, написано в требованиях по качеству и его реальное состояние. Вот сравнение реального с требуемым это и есть оценка качества управления, это внесение корреки. Спасибо, что вы предлагаете продолжить. Мы как раз вчера думали о том, чтобы продолжить по качеству такие мероприятия. Причем я спросил, а вы не боитесь открытости? И мне сказали, нет, будем открыто это делать, никаких кулуарных встреч. Вот почему мы и выходим на вот это онлайн вещание. Куда могут зайти все. Если кто-то желает выступить со своим докладом, анализом, пожалуйста, мы готовы давайте заранее проговаривать, чтобы подготовиться технически по времени и будем приглашать всех желающих к обсуждению. В заключении Татьяна Викторовна мне должна задать несколько вопросов. Да, Татьяна Викторовна? Да, Евгений Николаевич, есть несколько вопросов. Пожалуйста. Во-первых, из Мирополиса и комментариев, которые были здесь в Фейсбуке. Голубчикова Марина Геннадьевна в Мирополисе спрашивает Юрий Николаевич, возможно ли где-то приобрести Вашу работу полностью? Информация очень нужная. Видимо, по вопросам качества онлайн-курса, повышения своего профессионального уровня в этой области. Что Вы можете посоветовать? Понятно. Вариантов коллеги несколько. Эти вопросы раньше поступали. Вы можете пройти индивидуально у нас обучение. Вот я сейчас показываю, что у нас выдается удостоверение повышения квалификации по уникальному методу, где Вы сами выбираете те элементы траектории, которые Вам нужны. Сами выбираете. И сами составляете компоновку. Вот допустим, если открыть, Вы смотрите, каждый элемент программы обучения имеет свою трудоемкость. Ну и соответственно цену. И Вы выбираете из кирпичика вот эти элементы, оплачиваете и получаете все необходимые компетенции. Вот я показываю сейчас на экране. Вот например для тех, кто занимается управлением наукой, руководством научных исследований, руководством ВКР. вот этот курс, он оценивается в 25 часов по программе КПК. Он большой, там много вебинаров, много занятий, вот его стоимость. Некоторые курсы, вот как у Асана Николаевича, поменьше 20 часов. Вы сами компонуете, в том числе и вот по управлению качеством вы можете оплатить только один этот элемент и получить то, что вам необходимо. А также можно и для организации, если эта организация интересуется, наши услуги, в том числе технологический консалтинг, специальные обучающие услуги, если это требуется для ВУЗа в рамках информационно-образовательной среды, мы можем переговорить, здесь наши расценки, как отдельный проект можем оказать. Я ответил на вопрос? Не на мой вопрос, а на вопрос коллег, наверное. Да, да. Я думаю, что, наверное, да. Ир, Николаевич, еще один вопрос, который неоднократно уже я слышала. А, секундочку, мой экран-то не видно, кажется. Да. А что же вы молчите? Мой экран не видно. А у меня подвисает периодически? нет, 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 сейчас я включу экран. Хорошо бы еще видеть. Я-то, да. Вот он. вот коллеги, Татьяна Викторовна, когда появится, скажите. А, ну да, я вот показываю, вот здесь наши варианты консалтинга, вот здесь на экране показываю наши варианты элементов. каждый элемент имеет свою трудоемкость по программе курса повышения квалификации. Следующий вопрос, Татьяна Викторовна. Да, вот было еще несколько вопросов от коллег. После наших вебинаров, особенно после того, когда мы создавали учебные курсы в прямом эфире наши участники, и о тех, кто уже занимается обучением для своих студентов. Мы вот создали курс, записали туда студентов, вроде бы, обучение идет, и возникает вопрос, а что дальше, а есть ли еще какие-то возможности на платформе, кроме как разместить свой дистанционный курс для своих студентов. Что еще может предложить наша платформа, где можно найти? Да, спасибо за вопрос. Некоторые спрашивают, мы иногда не можем понять, у вас столько много всего, вот с чего начинать и чем закончить. Вы можете действительно бесплатно подать заявку, зарегистрироваться, создать свой курс, обучать своих студентов. Ради Бога, мы единственная в России организация, которая бесплатно дает платформу Директ Академия. Если вы нуждаетесь в обучении, как ей пользоваться, вот тут мы предлагаем свою помощь, потому что у нас есть с одной стороны бесплатные вебинары, записи вебинаров, но иногда нужна индивидуальная какая-то помощь, вы можете оплачивать такие услуги у нас. А заканчивается это все продвижением вас как авторов, раз, вы можете стать автором, вот я вижу нескучное уголовное право, это платный коммерческий онлайн-курс может быть, я посмотрел его, к этому все идет. Автор, который преподает у себя в УЗИ, может преподавать в онлайн для всех желающих за плату. Вот это один результат того, что вы создаете онлайн-курсы. Вы можете, и мы вам поможем стать автором публикации научной, применили какую-то новинку, опубликовали научную статью, получили рейтинг в своем внутреннем рейтинге вузов, рейтинге преподавателей, заполнили. Вот такие результаты. Плюс научный отчет по кафедре и так далее. Вы можете все это вносить, это хорошо для аккредитации работает. Еще есть вопросы Татьяна Викторовна? Татьяна Викторовна? Тебе нет. Тогда, уважаемые коллеги, я вынужден попрощаться. Мы очень хорошо поработали. Не все получилось идеально, но в то же время мы увидели, как происходит учебный процесс. Точнее, да, учебный процесс. Вот сейчас шел учебный процесс, шло обучение. В программах повышения квалификации, те, кто это хочет, и самообучение, саморазвитие, тоже для тех, кто это хочет. Впервые мы применили скайп в открытом эфире. Впервые мы сделали трансляцию открытой для всего мира. Мы это сделали бесплатно с помощью фейсбука, потому что он бесплатный. Уважаемые коллеги, спасибо вам за ваши отклики, за ваши старания, спасибо Татьяна Викторовна и Вячеслава Александрович, напомню, эксперт в сфере онлайн обучения и первый организатор массовых открытых онлайн курсов не только в России, но и ,